А! Я дошла, на улице жуть как холодно У меня украли лифчик Всем доброго вечера, мои хорошие! Начинаю новый влог Я сейчас пока убираюсь везде Прибираюсь, что-то напало на меня Таня только уехала от меня Я ее покрасила, кстати, видео с покрасочкой Можете посмотреть на ее канале Как вам новый цвет ее так кардинальненько поменялось. Вот. А я занимаюсь уборочкой. Смотрите, как красиво я оформила вот этот уголочек. Поставила здесь эту гирлянду зеленую. Мне так нравится, как она светится. Приобрела вот такую корзинку для хранения. Я вам ее показывала. Мне кажется, она сюда просто на кухню идеальна. Вот так. Ну вот, поубирала тут все на поверхности. Убрала. Вообще, вот эти фигнюшки хочу убрать. Таня сказала, что они похожи на мочалки в темноте. Я говорю, убрать? Она такая, да нет, не надо. Ну, чувствую, надо убрать. И они немного мешают все-таки шкафы открывать. Это кто сделал? Это кто цветочек перевернул? А? Мила, это ты сделала? Мила, это ты сделала? Обалдеть, цветочек. Слушайте, вот на этом цветочке колонхоя. Она, я знаю, почему перевернула. В общем, я все прибрала, но, девочки, сам факт, что вот именно за этим цветком почему-то постоянно какие-то мошки. И Мила вообще не может просто. Она эти мошки гоняет. Вот куда я цветок этот поставлю, туда эти мошки летят. Я не понимаю. Этот цветок такой, я не помню, как он называется. Колонхоя, по-моему, да? Ну, не буду точно там говорить. Ну, не пойму, что за фигня. Кто знает, расскажите. Ну, что, мои хорошие, вот такой лучок у меня сегодня. Я в нем пойду. Решила, в прошлый раз я одевала светлые ботиночки сюда и светлую кофточку. А сейчас решила темные ботиночки одеть и авиатора черненького. Кстати, ремень вот этот, видите, я сняла его, потому что, на самом деле, с ним так неудобно. Он, во-первых, звенит постоянно, он вообще никакой функции не выполняет. Во-вторых, его перевешивают то в левую, то в правую. Так что, хороший совет. И вот если бы я знала эту тему, я бы взяла тогда в Pull&Bear лучше авиатора. Что, Зайка? Подтемно, скорее, в магазин. Сейчас пойдем. Я бы взяла лучше авиатора в Pull&Bear, где вообще нет вот этих вот, вот этого вот ремня дурацкого. Вот, а еще я сделала стрелочки. Унитаз на фоне, вас не должен смущать, вы его не видите. Ну, потому что я открываю унитаз, открываю туалет для моей кошечки. Это стрелочки. Смотрите. Стрелочки. Написали мне в комментариях, что мне идут стрелочки. Я решила их делать чаще, тем более я их вроде нарисовала, научилась делать. И они, кстати, у меня не черные, а коричневые. Выходим. Заехала сейчас на рыночек. Смотрите, какие классные маски и недорого. В два раза дешевле, чем в торговом центре. Вот там у входа продают. Вот я взяла несколько цветов. Одна, видите, вот сюда. Серенькую под серый костюм, черную под все. И вот такую сейчас одену. Мне кажется, она такая интересная. Покажу. Смотрите, как неплохо сидит, да? Подходит под цвета вот. Да? Вот что-то новенького захотелось. Все-таки снимаю видео для вас, и все время это должно как-то интересно выглядеть. Мы приехали в гайд-парк. Взяли кофе, сток, ждем еду. Взяла куриные котлетки с пюрешечкой и взяла фетучини с лососями. Посмотрим, что из этого Дэнни будет кушать. Ну, макароны, я думаю, он точно. Они в сливочном соусе, он должен их есть. Ну, и я бы хотела, чтобы он котлетки поел. Сидим, гнимаем новогоднюю атмосферу торгового центра «Горизонт». Так, забыла, блин, сказать, чтобы вот не посыпали макароны, чем непонятно чем. Ну, ладно, вытащу. Принесли нам еду. Сейчас сначала говорю, котлеты давай с картошкой. Все, Дэнни, давай телефончик. Короче, сейчас покушаем того чуть-чуть, того чуть-чуть. Принесли десерт. Дэнни на него сразу напал. Да? И хлеб. Короче, эти макароны он так себе ел. Картошки чуть-чуть поел, чуть-чуть макарон. Булочки здесь очень вкусные заказала. Ну, и, конечно, десерт. Не помню, как называется. Короче, весь из мусора. Ты попробовал, у тебя вкусно? Приглядела сначала... Сейчас мы в Хоффт находимся. Приглядела сначала в китчен при входе новый веничек с совочком. А в Хофф нашла в два раза дешевле. А цвет и тот, и тот хорошо. Вот. Сейчас прогуливаемся. В Хофф ничего больше такого интересного не нашла. Сейчас пойдем дальше. Кстати, я иду, поглядываю в диванчик. И мне вот, кстати, в этом цвете даже очень нравится. Тканевый. Можно не переживать, что кошка его покромсает, да? На тканевом хорошо все это дело. Вот такой тоже красивый. Но вот этот более интересный. Вот этот 65, 990. Я вообще хотела бы вот такой большой диван, но, к сожалению, это пол кухни-студии займет нашей. О, а вот еще подешевле. 49,999. Со скидкой. Так, он 62,999 стоил. Тоже, кстати, хорошо. Ткань. Очень даже мило. Вот как бывает иногда приятно. Сейчас на кассе, ну, по моей карточке, у меня там было бонусов на 350 рублей. Короче, я ее купила вообще не за 700 рублей, а за 350 рублей. Кайф? Кайф. А я ее еще больше люблю. Это называется, а как я выгляжу, когда только с холода захожу на пуссень. Шапка на вигрень. Я такая сейчас закрытая, такая... У меня уже, когда холодно и ветер, все равно, как я выгляжу. Кукушно. Ой, пришли, только будем сейчас раздеваться. У меня это, покупка из ленты, акустическая система. Сейчас буду на второй канал делать покупки, что я купила в ленте. И вот эту акустическую систему там буду показывать. Так что обязательно на второй канал подписывайтесь. Иди сюда, Деня, куда в обуви пошел? Обязательно подписывайтесь на второй канал, если хотите увидеть, как она звучит. Надеюсь, нормально. Ура, ура, девочки, смотрите, наконец-таки я выброшу эту зеленую хрень, которая сломалась уже. И у меня теперь, смотрите, красиво, как она подходит к моему интерьеру. Вот здесь вот, да, в туалете. Будет вот так вот стоять. Во. Оп. И стоим красивенько. Наклейку только эту вот уберу. Ну, а так вообще, видите, по цвету все идеально. А это выброшу, наконец-таки, выброшу. Прям зеленая хрень, чтобы глаза мои тебя не видели. Еще и сломанная. Денька на ней прыгала. Мои хорошие, день следующий при следующем. Я хочу с вами провести сегодняшний не день, уже вечер, блин, время полчетвертого. А у меня в гостях мама Чоли. Та-дам! Приветик! Всем приветики! Что ты там делаешь? Я комментарии сейчас буду читать. Ой, ты боже мой, отвечаешь на все комментарии своим зрителям? Я читаю все комментарии, кому-то отвечаю, кому-то просто ставлю сердечко, а кому-то ничего не ставлю. Пусть знают наших, да? Как похудение твое? Ну, продвигается потихонечку. Ты рассказываешь все на канале? Я еще держусь. Конечно, я в каждом влоге говорю, что я ем, насколько похудела, раз в неделю взвешиваюсь. Супер! Ссылку на твой канал оставлю под видео, девочки, обязательно. Кто худеет, кто хочет к Новому году привести себя в порядок, быть красивенькими, мотивашку, может быть, получить какую-то, переходите на канал мамы и худейте с ней вместе. Ну, может быть, не столько похудеть, сколько немножко даже очиститься там, да? Но ты худеешь, да? У тебя прям минус-минус идет. Мама хочет к Новому году быть стройняшкой. А я сейчас поеду, воспользуюсь тем, что мама приехала, и поеду в баню для того, чтобы прям пропариться, мозг немножко отключить, вот так вот. И потом завтра мы еще будем красить волосы, мама покрасит мне волосы, так что в следующем видео увидите мой новый цвет волос. Вот, а потом я поеду на уколы красоты, и вы увидите мое новое лицо. В общем, я к Новому году, да, тоже преображаюсь. Вот. Все, я одела вот такой лучок. Тра-та-та, такая вся звездная дива. Пока! Пока! Деня, пока! Пока! Все рады, провожают меня так. Один из своей ботиночки я сняла, кстати, здесь эти, ой, надо чуть почистить их. Сняла красные шнурки, и вообще классно смотрится под мой лучок. Снова накрасила стрелки, хотя в баню иду, мама говорит, зачем тебе стрелки в бане. Но я подумала, что я сейчас еще чутка пошатаюсь, ближе к вечеру пойду в баню. Вот, пока так, пошатаюсь. На улице хорошо, у нас не так холодно пока, и есть еще возможность носить у меня вот эту вот штучку. Я обзор показывала на своем втором канале. Очень мне нравится вот эта вещица вообще, я бы еще вторую купила бы такую. А на улице это холодновастенько, я вам скажу, девчуленьки мои. Прям морозец. Еще и ветерок. Ну, в принципе, я думаю, что мне было бы холодно, даже если бы я одела что-то еще теплее. На улице я не собираюсь ходить долго. Вообще не знаю, что я сейчас хочу поделать. Я сейчас заеду там посылку, одну доставочку заберу. А потом думала, поехать в торговый центр. Я еще хотела для фотосессии новогодней дома, которая будет. Носочки взять еще, может быть, какие-то шапочки, ну, какие-то прибамбасики, знаете, чтобы вот фотосессия какая-то прикольная была со всякими мелочевочками. Маме сегодня уже сказала, говорю, мама, выбирай что-нибудь себе на Новый год. Она такая, ой, какая задача сложная, нужно сесть думать, а ты не знаешь, что мне нужно. Понимаете, да, моей маме ничего не нужно. Вот она думает, что выбрать на Новый год. Я говорю, ну, выбери что-нибудь. Понятно, мелочевочки такие там всякие, уходики. Это понятно, подарю, но маме хочется подарить что-нибудь прикольное на Новый год. Вот, и, короче, для нее это, мне кажется, теперь ему-ка выбирать, что же ей нужно на Новый год. Выходить, выезжать, она никуда не хочет. Вот, ну, как бы и пандемия, и вот этот, ну, боится там заболеть еще что-то, да. Ну, и холодно, плюс ее вообще никуда не вытащишь, если выездные какие-то такие моменты, да. Вот, там, из косметики, там, я не знаю, ей ничего не нужно. Из одежды у нее уже всего полно, шкафы тоже ломятся. И что вот еще надо? Не знаю. Помогите, если что, ей. Заходите на ее канал и помогите ей выбрать подарок на Новый год. Идеи, идеи подавайте. Вот, ну, квартиру только не это, не предлагайте. О квартире мы думаем, у меня есть в голове задача, план. Вот, я бы хотела, чтобы у мамы была тоже новая квартира, вот. А мама бы хотела, чтобы у сына была новая квартира, понимаете. И я думаю, что прежде чем она себе захочет квартиру, в первую очередь она захочет квартиру своим близким и родным. И только потом сама со спокойной душой сможет, ну, как бы, жить спокойно. Ну, вот так вот у нее внутри. Потому что ее место жительства ей нравится полностью, ее удовлетворяет. Она даже не представляет, если она куда-то переедет. Ну, в общем, я к тому, чтобы вы понимали, что мы об этом тоже думаем. И у нас есть в голове, как бы, планы всякие, вот. Еще хотела сказать, читала комментарии по поводу, там, вот, последнего видео, что, типа, там, какое-то высокомерие у меня. Вы знаете, я стараюсь, на самом деле, следить за этим как следует. Потому что вполне возможно, да, что может взлететь какое-то высокомерие, которое ты не заметишь. Ну, я не спорю, у меня есть высокомерие вообще, в принципе, внутри, да. Какое-то такое базовое, такое высокомерие, которое, наверное, должно быть. Такое здоровое высокомерие, мне кажется, да. Я бы, конечно, может быть, пообщалась на эту тему с кем-то, очень так, знаете, долго ведя спор и логический такой диалог, да, с человеком, знающим, разбирающимся во внутренних всяких вот этих вот баталиях, чтобы, может быть, если я сама себя обманываю, чтобы человек, знающий, смог поймать меня, как говорится, за хвост, и сказал бы, ха, вот, высокомерие, вот это оно. И вот это здоровое высокомерие, вот это нездоровое. Ну, с точки зрения вообще работы со своим высокомерием, здорового или нездорового высокомерия нет, оно какое есть, такое есть. Но относительно, как бы, бывает, я считаю, здоровое высокомерие, да, это когда ты хочешь лучше, это когда ты понимаешь, что ты лучше, вот, в чём-то, где-то, относительно кого-то, да, и как бы это может быть каким-то даже движком служит. Но вот так, чтобы было какое-то нездоровое высокомерие, там, типа, я, там, вот такая, я чекуля, туда не пойду, это не мой уровень, это не куплю, это не мой уровень. Вот такого внутри у меня нет, у меня даже чувства такого нет, чтобы я так говорила. Это же внутри должно что-то сидеть, да, что я дружу только с такими, а с такими мне неинтересно. Нет у меня этого внутри. Ну, лично я этого не чувствую. Я бы, думаю, могла бы спокойно об этом сказать, зная себя, да, я бы могла сказать, что я предпочитаю людей только лакшери, я предпочитаю отдыхать только в лакшери местах, жить только в суперкрутых условиях, а другого мне не надо, понимаете. Но у меня этого нет. Я прекрасно знаю и помню, где я росла, да, с кем я росла, что за люди меня окружали. И тогда я не считала себя лучше или хуже других, но у меня было желание быть и лучше внутренне по качествам, и жить роскошнее, да, и лучше. И честно я вам скажу, что сейчас у меня даже не тот уровень. Всё относительно у меня не тот уровень. Вот если кто-то считает, что я там зазналась и высокомерная, я не считаю, что я живу как-то круто. Все мои насмешки какие-то, там, ой, лакшери и так далее, это всё шутки, я уже повторяла, да, у меня нет внутри этого, что я действительно как-то круто живу и где-то зазнаюсь, с кем-то не поздороваюсь. Я всегда приветливая, всегда вспомню молодость, вспомню детство, вспомню, как нам было тяжело, как нам всем тяжело рослось, да, с удовольствием помогу кому-то, да, если я вижу, что действительно эта помощь нужна, а не просто там воспользоваться хотят, либо, ну, как бы у меня свои критерии оценки всего этого, да, потому что люди разные бывают, им бы просто кому-нибудь на хвост упасть, я такое тоже не поощряю. Поэтому я не знаю, кто это видит, наверняка это видят люди, у которых внутри просто у самих что-то тревожит, да, то есть вот есть человек просто говорит, я купила себе, блин, новую машину, я такая счастливая, да, и есть два разных человека, которые скажут, блин, ты такая молодец, ты так долго к этому шла, я вот прям тобой горжусь, ты умничка, вот всем бы так, вот молодец до слез, понимаешь, то есть люди, которые к чему-то стремятся и покупают себе какие-то вещи, сейчас растрогнусь опять, я зашла, да, и, блин, круто, потому что вокруг так мало таких людей, люди страдают депрессиями какими-то, они зацикливаются на своем каком-то внутреннем ощущении, какие-то у них проблемы, им очень сложно вылазить из этих проблем, психологические проблемы в первую очередь, и много таких людей, у которых даже все хорошо, понимаете, а они страдают. А есть люди, у которых вот так посмотришь, думаешь, да пипец, у нее условия, вот этого нет, этого нет, вот здесь вот так вот, там ребенок, там работы нет, сама, все сама, и вот у нее это есть, и вот у нее это есть, но разве это не радость за человека? Разве нельзя сказать, что, блин, молодец, у нее столько косметики просто, она молодец, она сама это все заработала, своей харизмой, своим трудом, да? И есть другой человек, который скажет, ой, зажралась, хвастается, у нее есть, а у меня выбрасывает что-то, ой, что-то дешевое, значит, она не хочет пользоваться, теперь только дорогим, понимаете? Причем я даже не говорила, что я пользуюсь только дорогим, и не пользуюсь дешевым, во мне все равно внутри это сидит, вот это вот очень сложно убрать, да, вот эта экономия, да, там, я выросла на этом, да, где надо экономить, где все нужно это делать, я, наоборот, хочу от этого уйти немножко, потому что я думаю, что этот взгляд внутренний, когда он чуть изменится, он откроет мне какие-то другие горизонты, как-то вот пытаюсь работать с этой энергией, денежной энергией, да, и вот этими всеми моментами, ну, мне так кажется, хотя после книги про чтение «Хомо Сапиенс», которая мне безумно понравилась, я рекомендую всем ее к прочтению, там вообще говорилось о том, что раньше экономия — это было нормально, вот, а потом, я уже, наверное, где-то это говорила или нет, я не знаю даже, кстати, вот эти разговоры свои я сейчас вставлю или нет, скажите, они вам вообще нравятся, эти разговоры, потому что я периодически записываю такие разговоры, а потом просто их не вставляю в видосы, короче, потом, когда производство у нас очень хорошо наладилось в нашем мире, да, ну, это вот история человечества, по факту, да, все, это кому-то нужно было покупать, а люди, они не были расточительные, потому что как бы они привыкли жить, и раньше было по-другому, люди всегда экономили, как бы не тратили деньги направо-налево, этого не было вообще в социуме, не было даже в голове такого, что нужно жить как-то на широкую ногу, позволь себе это, вот такие слоганы рекламные, этого не было, вот, и потом вот это вот началось, нужно было производителям раздавать, нужно было производителям, чтобы покупали продукцию, потому что производительность была высокая, а спрос был небольшой, и вот тогда уже начали думать, кумекать наши хомо-сапиенсы, что же делать, и вот тогда началась реклама, начались вот эти промывания мозгов, что мы должны жить на широкую ногу, позволь себе это, и вот это вся психологическая обработка промывания мозгов, вот, и теперь в наше время, хотя уже немного меняется это опять, в какое-то время было, что люди тратили, вспомните, покупали, несли, куча-куча всего, вот так, и типа зажиточно, круто, богато, это было вообще прям круто, это типа круто вот, вот среди людей, да, это вот, вот это все подавалось нам с рекламы, и вот навязывалось это все, вот именно этими производителями, чтобы мы все это покупали, меняли наш, как это сказать, менталитет, меняли наши взгляды, вот, хотя сейчас это уже начинает немного меняться, и люди действительно, которые там как-то зарабатывают деньги, они вроде бы как-то даже экономят, и эта экономия вполне нормальна, а вот люди, которые как раз-таки живут не очень богато, такие как я, чтобы вы понимали, я не считаю, что я как-то круто живу вообще особо, просто круто по сравнению с тем, где я выросла, я никогда не стыдилась того, где я выросла, я горжусь этим, я горжусь, что я выросла в жопе, понимаете, в жопных условиях, с жопным окружением, можно сказать, почему жопным, не потому, что какие-то люди там плохие, а просто неблагополучность была вокруг меня, и я думаю, у многих тогда была неблагополучность, меня могло увезти в любую дурную компанию, таких компаний было много, я вот это называю жопностью, не какой-то человеческой, а к тому, что много дурного было вокруг, вот, поэтому я не пошла этим дурным, хотя многие мои сверстники, и даже не сверстники, кто помоложе, пошли в дурной компании, и жизнь их не очень хорошо сложилась, печально, очень грустно, когда ты узнаешь о ком-то из своего прошлого, что у него не так все сложилось хорошо, я бы лучше порадовалась, потому что это считаю очень круто, очень круто, когда ты в сложных условиях делаешь условия такие, которым можно позавидовать, это классно, просто, знаете, какая-то разная бывает, энергетика выплескивается от этого, разная, одно дело порадоваться и сказать, я так хочу, а другое сказать, ой, сука, я сделаю все, чтобы у тебя так не было, да ты не заслужила, и что тут вообще, и пошло-поехало, вот, ну и вот такие люди, не богатые, как я, они живут немного расточительно, потому что это, это, потому что это, вот это вот внутри, и я это прекрасно понимаю, от того, что не было этого, блин, и ты стремишься к этому, и, конечно, с большим удовольствием я хочу почувствовать, как это, как это, когда ты не считаешь деньги, как это, когда ты не смотришь на цены, как это, как это, это вполне себе объяснимая вещь, ее нельзя, мне кажется, ругать, ее нужно понять и простить, понимаете, это если внутри тревожит кого-то, меня это не тревожит в людях, меня это умиляет всегда, вот, и мне, ну, как бы, вот так, вот, поэтому, конечно, психологических вот этих моментов, и навязывания всеми массовыми вот этими, и СМИ, и рекламой, и кино, и все-все-все, трубить со всех сторон, очень сложно, очень сложно этому не поддаваться, абстрагироваться, да, и жить своей какой-то жизнью в коконе, я же социальный человек, я вам снимаю видео, и, как бы, и не то, чтобы я какой-то другой человек, живу какими-то, совершенно другими ценностями, да, а пропагандирую то, что мне не свойственно, нет, я сама во всей этой шаляпе верчусь, и я сама ведусь на какие-то вещи, просто нужно понимать, что это не самое главное в жизни, я это понимаю прекрасно, нужно понимать более глубокие ценности, и я их понимаю прекрасно, и порой даже, когда я остаюсь сама с собой наедине, мне нельзя этого делать, вот видите, слёзы, не подумайте, слёзы не те, что, что, там, грусть, теска какая-то, да, печаль, просто когда ты начинаешь размышлять, я понимаю, что вообще в принципе очень много бессмысленных и неполезных вещей мы делаем в жизни, очень многое, просто иногда, когда ты останавливаешься в этой беготне, да, садишься и просто начинаешь думать, а что, если всё это убрать, что бы ты делал, что бы ты по-настоящему хотел делать в этой жизни, и чем заниматься, что было бы по-настоящему полезно, не только для тебя, но и для других, для всего мира, для всего человечества, и понимая, что, конечно же, совершенно не то, чем я занимаюсь, возможно, я какую-то пользу, ну, однозначно, я какую-то пользу приношу, где-то экономлю ваши деньги, где-то развлекаю, для кого-то я какой-то новый взгляд привношу на жизнь, особенно, наверное, для молодых девочек, у кого ещё не окрепили взгляды, и они в поисках, вот, для кого-то просто я импонирую, как человек, и кто-то разделяет мои взгляды, им просто приятно, что есть люди, которые разделяют их взгляды, коих немного, возможно, в окружении, и всё это польза, 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 насколько эта польза серьёзная, этого я, к сожалению, оценить не могу в масштабе человечества, да, вот, но я знаю точно, что может принести пользу вообще, сто процентов, но это мне другим заниматься совершенно, вот, я стараюсь всё это внедрять в свою жизнь, и не забывать о самых важных и главных ценностях, я о них не забываю, я о них всегда помню, вот, просто нужно почаще о них напоминать, и... ну, в общем, вот так, посидели, поболтали, да, ну всё, ладно, поехали, пойдём, ещё, ещё, наверное, знаете, почему я не люблю такие видосы снимать, потому что, знаете, иногда люди воспринимают вот чьи-то слёзы, ой, хочется пожалеть сразу, да, я не люблю, когда меня жалеют, поэтому я не показываю, там, бывают какие-то свои слёзы где-то, да, тем более нет повода меня жалеть, у меня реально всё хорошо, вот, я сама могу кого хочешь пожалеть, но я этого не делаю, потому что я считаю, что жалость это стрёмная тема, я верю в то, что люди сильные, что они со всем справятся, а жалеть это такое, бедненький, несчастненький, не справишься, справится, любой человек справится, просто нужно мозги правильно включить и не расслабляться, и всё, поэтому поймите меня правильно, короче, крошки мои вообще сейчас приехала, я думала, посылочку сразу получить, думаю, быстро, всё есть в пункте выдачи, да нифига, не было моей посылки в пункте выдачи, я такая думаю, ну, с 5 часов, типа, к 5 часов, а я пришла к 4, 20 минут 5, в общем, включила прямой эфир, 2 часа, мы были в прямом эфире с девочками, поддерживали меня, развлекались, поржали, поговорили о высокомерии на моём канале, вот, брат мой был в эфире, мама была в эфире, короче, прям 2 часа эфира такого насыщенного было, и всё, и потом я уже начала звонить, в конце концов, будет ли сегодня посылка, и в итоге посылка пришла, вот, ой, не открывается, не открывается, а я сейчас уезжаю уже, в эфире на стоите здесь, да, я уже уезжаю, а, потому что у меня просто несколько раз уже подставляли так, и думаю, выйдет, скажу, что я завтра утром буду уезжать, а нет, я в озон просто посылку ждала долго, всё, уже получилось, короче, эфир классный, всё поболтали, насыщенный, и ни на что у меня не хватает времени, сейчас без 15.7, поэтому я мчу уже, париться, купаться, я должна всё выпарить из себя, да, и всё, я поеду домой монтировать видео, короче, у нас такой влог супер насыщенный вечер, а мне надо этот влог уже будет вам вечером монтировать, поэтому извиняйте. Субтитры сделал DimaTorzok на улице жить как холодно, но здесь очень горячо, очень круто. Я вышла, но это пипец, какой не кайф, когда ты выходишь, так холодно, и у меня в тапочках, в тапочках был лёд, прикиньте, я шла со льдом. Сейчас тут есть бассейнчик, я тебе покажу вам, красивый. Вау, какая красота, какой красивый бассейн. Здесь вода тёплая, ой, тёпленькая, кстати, водичка. Спокойненький здесь бассейн, поплавать туда-сюда, места много. А я пойду сейчас, а я пойду сейчас в бассейн, который возле парилки. Я зашла сейчас в арома баню, в арома баню, ну да, арома сауна. Здесь очень вкусно пахнет ментолом, и прям после того, что сейчас было, надо погреться. Такие красивые видео, даже фотку сделала красивую. А со стрелками моими вообще, с этим тюрбаном ещё, он правда у меня упал чутка, я как будто прям Клеопатра. Лакшери Клеопатра. Просто после того, как меня называют высокомерной, мне теперь хочется так себя вести. Как высокомерная, сучка. Ну короче, со стрелками мне нравится. Сейчас посижу в арома сауне, потом обязательно пойду в хамам, хамам-бассейн, 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 три раза. И потом, о, даже не потом, а сейчас, после этого я пойду эту, в соляную, в прошлый раз я в соляной комнате не была, а она заменяет, там, полчаса заменяет неделю на море. Вот. А потом пойду кушать. Здесь очень вкусный, фетучинь, с кребеткой. Чай пить, музыку слушать. Кайф. Завтра начнется. Я почему еще в бане, я говорила, почему нет, вот попариться, все дела, именно потому, что завтра будут уколы красоты, и, скорее всего, мне нельзя будет какое-то время в баню, я не знаю, какое время. Так, я зашла в соляную комнату, ее здесь переделали, смотрите, как красиво. Такая большая комната, теперь вход, и вот. Но я когда зашла, увидела, я сразу, смотрите, куда села, на трон, конечно же, да, кто бы мог сомневаться, селена пойдет на трон, сядет, и будет сидеть, соль впитывать в себя. Хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мои хорошие, все, я попарилась, прекрасно себя чувствую, сейчас буду высыхать, сушиться, взяла с собой пахлаву, потому что я чай сейчас не пила, а дома прям хочется чай попить. Все, собираюсь в путь. Нет, девочки, ну вы видели, как все начиналось? Просто прекрасно и классно. В конце концов, у меня сейчас аж сердце стучит, просто первое, это у меня украли лифчик. Ну, как бы украли, почему? Потому что ни на ресепшене, никто не знает, никому не приносили, ни гардеробщица, которая там убирает, и все, никто ей не приносил, и она не находила, да, шкафчики все пустые, мусорки пустые, и все пустое, как бы. Ну, я думаю, кому нужен мой лифчик, понимаете, мой бежевый, вполне себе, недорогой, гончендемовский лифчик. Но я его так любила, он самый удобный был, трэш, конечно, ну, что, полторы тысячи, да, по-моему, где-то стоит он там. Да, я расстроилась, я без лифчика. Ладно, я говорю, запишите мой номер телефона, пожалуйста, я у вас постоянный, блин, я же не купила эти еще, а они мне не предложили спа, сейчас пойду, блин, возьму. Ой, блин, ну, вообще, конечно, лифчик, лифчик. Ладно, лифчик, прихожу, сейчас собираюсь вам снять, что у меня лифчик украли, начну искать камеру, просто все обширудило, и главное, что я помню, что я была в раздевалке, и такая камеру достаю, и такая, думаю, взять камеру и телефон, потом думаю, не, камеру не буду брать, и убираю ее. Вот, а телефон беру, в итоге сейчас обыскала, все, 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 думаю, блин, и неужели кто-нибудь в шкафчик залез, забрал мой лифчик, понимаете, и камеру прихватил, а денег ничего не брал, хотя деньги не проверила. Короче, я нашла, а как-то она здесь лежала. Ну, блин, ну, обидно, ну, кому нужен лифчик? Ну, напишите в комментариях, ну, вот вы, если бы увидели чужой лифчик, вы бы же его не взяли. Ладно, один вопрос, если бы увидели чужой лифчик, понятно, не нужен, а если бы вы увидели лифчик Селены, такие, о, это сто пудов Селены на лифчик, или, такие, посмотрели, узнали, а я такая забыла, швырнула его куда-то, и такие думают, о, не буду говорить, лифчик Селены, заберу себе. Ну, да, я звезда высокомерная же, поэтому мои лифчики крадут, мои фанаты. Короче, верните лифчик, кто взял. Все, пойду еще спа докуплю, и домой, холодно, ветер на улице, трындец. Смотрите, девочки, я тут навожу красоту, пакетики красивые поставила под елочку, как подарки, и мама свою сумку черную поставила сюда. Это за что, подарочек? Ты что мне всю елку портишь? Она привыкла тут оставить, и помню, что тут елочка красавица. Эмилка, ой, 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 моя девочка, моя кошечка такая, ну, мама, погладь меня, мама, мамочка, ты пришла, тебя не было долго, мам, ой, ой, кто мурчит, ой, моя девочка, моя, сейчас пусть, я с тобой облизываться, целоваться, обниматься, хладиться, чесать буду тебя, думаю, скажи, моя, где ты была, что так пахнешь? А уши где? Что ты там слушаешь? Ай, ты моя, кошка, моя кошка. Короче говоря, ехала я всю дорогу и горевала по своему лифчику. Так и напишу в комментариях, украли лифчик? Может, просмотры подрастут? Тебя и учат, правда, украли? Ну, потеряла не так будет звучать, но его нигде нет, понимаешь? Такое ощущение, что кто-то из моих фанатов свистнул его, кто-то меня узнал, подстерег мой лифчик и украл. Короче, ну, во всяком случае, я все равно второй собиралась покупать. Это меня, конечно, смотивирует. Вот. Ну, что делать? Все, мои хорошие, короче, я пришла домой. Все, сейчас буду заливать видео, которое вам насняла впрогу, и завтра с утра вы уже увидите это видео. Вот. Все хорошо, я сил набралась, завтра, потом у меня большие совершения идут, вот, все увидите. Так что, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. если вы просто смотрите мои видосы без подписки, подпишитесь и поставьте колокол. Колокол. Колокольчик. Чтобы прям уведомления вам первыми приходили. Прям Селена покрасилась. Селена ест фикс прайс, конфеты. Все, люблю вас, целую, пока. Селена.